Неужели чем больше ядер, тем лучше? Сколько процессор протянет под 100% нагрузкой, прежде чем помрет? От какой температуры сгорит ваш процессор и сколько ядер нужно для счастья? Всем здорова, я Макс, и сейчас постараюсь дать ответы на все эти вопросы и развенчаю мифы, о которых стоит забыть. Первый миф, чем больше ядер, тем лучше. Казалось бы, всё правильно, просто и логично, но не в мире современных мобильных процессоров. На самом деле это утверждение не во всех случаях справедливо. Давайте разберёмся, что к чему. Существует два типа компоновки мобильных процессоров. Первый комплектуется одинаковыми ядрами, то есть это может быть и 4 высокопроизводительных ядра Крио, как у 821-го Snapdragon, или 8 ядер А53, как у 625-го. В таких случаях все ядра процессора могут трудиться над выполнением одной и той же задачи, и чем их больше, тем лучше. Но задач под 8 потоков крайне мало, и мы редко рендерим видео или распаковываем архивы на телефоне, чтобы задействовать все 8 ядер. Зачастую половина из них просто простаивает. Кроме этого, такие процессоры при небольших нагрузках потребляют много энергии, а при максимальных нагрузках сильнее греются. Поэтому таких процессоров производят всё меньше. Почти во всех современных процессорах применяется компоновка Big Little. Используются два или три кластера из разных типов ядер, высокопроизводительные плюс энергоэффективные. И в этом случае больше ядер не значит лучше. Процессоры с Big Little зачастую могут задействовать все ядра одновременно, ибо в таком режиме они бы сильно перегревались и расходовали слишком много энергии. Кроме этого, применение всех ядер не имеет смысла, так как приложений, поддерживающих полноценную многозадачность в 8 потоков практически нет. Чаще всего мы используем максимальную производительность в играх, и там задействуется пара потоков максимум. Чтобы задействовать остальные ядра, нам придется нагрузить процессор еще парочкой ресурсоемких задач. Подобный сценарий использования редкость. В итоге шестиядерный чип на два ядра А73 плюс четыре ядра А53 будут мощнее и экономичнее, чем восьмиядерный чип с восьмью ядрами Cortex-A53. Второй миф. Чем больше частота, тем выше производительность. Производительность — это параметр, на который влияет огромное количество факторов, и частота всего лишь одна из них. На производительность гораздо сильнее влияет архитектура процессора. Допустим, процессор x86 с тактовой частотой 2,2 ГГц будет гораздо производительнее, чем процессор ARM с тактовой частотой 3 ГГц при прочих равных. Также важны и поколения процессора. Взять, например, двухъядерный Apple A9 с тактовой частотой 1,8 ГГц и сравнить его с таким же двухъядерным, но дремучим Core Duo T2400, который также работает на частоте 1,83 ГГц. И окажется, что в теории мобильный чип Apple в несколько раз превзойдет процессор Intel. На производительность влияет огромное количество параметров. Главное из них — количество транзисторов, архитектура, поколение и объем кэш-памяти L1, L2 и L3. Да, безусловно, частота также является важным параметром, но не всегда она оказывается решающим показателем мощности. По частоте можно измерять производительность, если все остальные характеристики процессора одинаковые. Например, i7-8700 с тактовой частотой 3,2 ГГц будет медленнее i7-8700K с тактовой частотой в 3,7 ГГц. Миф номер три. Длительная работа под стопроцентной нагрузкой убивает процессор. Люди, которые склонны верить в этот миф, на подсознательном уровне перекладывают свои знания о физическом мире на мир полупроводниковой электроники. Но в мире микросхем все по-другому. Безусловно, если какой-либо механизм в физическом мире будет долго работать с нагрузкой в 100%, то он протянет недолго. Но в мире микросхем нет движущихся частей, нет трения у деталей, поэтому работа процессора с 30% нагрузкой равносильно работе процессора при 100% нагрузке. Разница будет лишь в нагреве. Если он не будет выходить за рамки допустимого, то процессор может работать очень-очень долго. Вообще, кремниевые микросхемы очень долговечные. Раньше производители плана к памяти давали на них по 50 лет гарантии, а процессоры, которые применялись для айты, без нареканий. Ну и, наконец, последний, четвертый миф. Перегрев может убить ваш процессор. Это самый классический миф, развеять который легко, чуточку разобравшись в теме. Все современные процессоры снабжены системами защиты от перегрева. Первая из них — троттлинг. Термин в дословном переводе значит «душить», когда температура процессора становится критической, механизм придушивает его мощь, снижая тактовую частоту, а как следствие и производительность. После нормализации температуры процессор возвращается к штатным частотам. Если же по каким-то причинам троттлинга недостаточно, ну, например, система охлаждения сломалась, то срабатывает второй механизм защиты — аварийное выключение. У каждого чипа с завода заложен порог критической температуры, при которой система отрубает подачу питания. Этот порог зачастую имеет довольно солидный запас в 10-20 градусов, и для большинства микросхем 120 градусов Цельсия является губительной, и при такой температуре начинает деградировать кварцевая подложка. Поэтому зачастую производители устанавливают порог перегрева для отключения питания в пределах 90 градусов. Поэтому если ваш смартфон разогреется до 65 градусов под нагрузкой, то не стоит переживать о процессоре. Скорее всего, при длительном нагреве от таких температур пойдет по бороде аккумулятор, а процессору перегрев не страшен. Так что лучше от перегрева оградите именно батарею. Напишите в комментариях, с какими мифами о технологиях сталкивались вы, если видео было для вас полезным, нажмите лайк, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы, и, конечно же, заходите к нам в социальные сети, там много всего интересного. На этом все, всем спасибо за внимание, всем пока!